Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Во время Оона прийди Иисус и ученица Игу в жидовскую землю. И ту живяши с ними и крещаше. Бежи Иоанн крестя, военони близ Салима, яководы многи бяхуту. И прихождахуй крещахуся, не убабев сажден в темницу Иоанн. Бысти же стезания от ученик Иоанновых Саиудеи у очищений. И придоши к Иоанну рикоши ему, рави, и же без тобою обон пола Ордана, и мужиты свидетельства лыси. Сие-сие крещают, и все грядут к нему. Отвещая Иоанна рече, не может человек приимать и не чесожи, аще не будет дано ему с небесе. Вы сами мне свидетельствуете, як урех несьм ас Христос, но як опослан естьм пред ним. Имея невесту, жених есть. А друг женихов, стоя и послушай его, радостью радуется за глаз женихов. Сьел бы радость моя, исполнися. Он ему подобает расти, мне же молитесье. Гряды свыше над всеми есть. Сы от земли, от земли есть. И от земли глаголит. Гряды с небесе над всеми есть. Ежи видя и слыша, сие свидетельствуют. И свидетельство его никто же приемлет. Приема его свидетельства, утверди, якобух истинен есть. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня суббота, 18 апреля. Мы с вами читаем Евангелие Теуанна, 3 главу, с 22 по 33 стих. А сейчас давайте найдем это место в русском переводе Нового Завета и послушаем, как оно звучит. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую. И там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды. Приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобой при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетельствовали в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия та радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной есть. И говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен». Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Начинается повествование с того, что Господь с учениками своими приходит в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. Ну, вот и сразу же такая пометочка. Сам апостол Иоанн в дальнейшем уточняет, что Господь сам не крестил, крестили ученики Его. Ведь опять же существует предание, что Христос покрестил Божью Матерь и апостола Петра. Да, апостол Петр покрестил уже других учеников. Но опять же надо понимать, то крещение еще не было новозаветным, благодатным крещением, где человек рождается от воды и духа. Это было крещение, как некий обряд омовения, некий такой признак, начало уже покаянной жизни, исправленной жизни. Опять же видим, покаяние, оно нужно человеку для чего? Чтобы себя подготовить для принятия благодати Божией. В этом, наверное, и отличается самое главное отличие крещения ветхозаветного от новозаветного. То подготавливало человеку, а новозаветное уже действует в человеке. Действует, благодать приходит в сердце человека, Бог благодать своей приходит. А здесь лишь только подготавливался к этому человеку. И вот видим, что от воды ученики были покрещены, а благодать Духа Святого, когда к ним пришла? Время в день Святой Пятидесятницы. Тогда Дух Святой пришел в сердца их. Ну вот здесь Иоанн как бы так пишет, что, видимо, что думали, что Иисус живет там и крестит. Конечно же, люди приходили, и ученики Христа говорили о покаянии, очищении. И в этом они действительно были схожи с услужением Иоанна Претечи. Потому как действительно, что там Бог действует, воля Божия исполняется, что тут воля того же Бога исполняется. От этого и действия схожи. И Иоанн продолжает крестить в Иноне, близ Салима. Вот там какие-то источники воды, видимо. Приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Как говорит Сидитель Иоанн Златоуст, Богом было так устроено, что довольно скоро Иоанн, креститель, был заключен. Потому что Спаситель вышел на дело проповеди после того, как Иоанн, выполнив свою задачу, так увенчал жизнь свою мученической кончиной. Но Господь уже пришел, покрестившись, уже должны ему дальше уже входить к людям. Но вот так как бы несколько ждет, пока Иоанн выполнит свое дело. Так, смотрим дальше. У Иоанновых учеников произошел спор с уидеями об очищении. Толкуется это вместе таким образом. Видимо, с кем-то из уидеев произошел спор. Причем этот кто-то из иудеев покрестился у учеников христовых апостолов. В принципе, то же самое. Еще раз скажем, что дел притечь, делали и апостолы. Тем более, что кто-то из них были в прошлом учениками Иоанна Притечь. Соответственно, видели, как поступал их учитель, как он разговаривал с людьми. Также вот здесь Иоанне призывает людей к тому же самому. Приготовьте путь для Господа в сердцах своих. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Единственное, конечно, чем еще отличалось их крещение, они указывали на Христа. Вот к нему все должно быть. Он есть спаситель мира. И вот, видимо, один из уидеев, приняв у них такое очищение, приходит к Иоанновым ученикам, ну и какой-то спор возник. Ну, как у нас-то у людей бывает. Одни говорят, это лучше. Други говорят, нет, вот тот лучше говорит. Одни прихожане говорят, вот в этом храме батюшка вот так Евангелие прочитал. Други говорят, нет, в нашем храме он лучше прочитал. Хотя читалось одно и то же Евангелие. Почему апостол Павел однажды восклицал? Думал, что вы говорите? Я Павлов, я там Аполосов, я Петров. Неужели Павел распялся за вас? Христос распялся, все вы Христовы. Что вы спорите? Ну, ученики Анны Претечи, которые остались и не пошли за Христом, они еще почему спорили? Из ревности своей. Им хотелось, сами, видимо, было быть апостолами, но считали, что их учитель более достоин назваться Христом, нежели вот Иисус из Назарета. Вот приходят к Анну и говорят, трави, учитель. Тот, который был с тобой при Ордане, которым ты свидетельствовал, вот он крестит. Смотрите, очень важно, они невольно подтверждают истинность его слов, говоря, вот мы помним, ты нам говорил, что он Христос. И тем самым как бы обличают сами себя. Можно им задать вопрос, но если вы все поняли, почему вы же не пошли за ним-то? Почему? И вот, кстати, видим дальше, Притечий говорит, что вы сами мне свидетели о том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред ним. Перестаньте за меня цепляться, перестаньте уповать на меня, не я спаситель мира, я лишь только тот, кто служит ему. Идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, развязать ремень обуви его. Ну, человеческое состояние, ну что ж тут, бывают люди при всем очевидном, тем не менее, продолжают упорствовать на своем. Ну, сначала Иоанн говорит, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. То есть, можем сказать, он сначала указывает на себя, вы же верите, что я пророк Божий, что это Божье дело, вот призыв к покаянию, вот это крещение в воде, это прядочищение. Божье дело Божье, и от Бога ты принял, от Бога. Ученики Христовы это делают то же самое. Они самозванцы, что ли, получается, они-то не выполняют волю Божью. В чем тогда ваше возмущение заключается? Ну и дальше уже рассуждает, говоря о церкви, о Христе, говоря, что имеющий невесту и жених, а друг жениха, стоящий внимающий ему, радуется радостью, слыша голос жениха, что церковь, это общество верующих людей, это невеста Христова. Это души человеческие, очищены, но полной любовью. Вот этот союз любви, как у невесты, у жениха. А друг жениха, он стоит рядышком, он радуется вот этой радости, что жених радуется невесте своей. Он не вмешивается в эту радость, он не пытается как-то на себе внимание какое-то сосредотачивать. Он радуется тому, что есть. И вот я здесь пророк Божий, радуюсь тому, что происходит, что люди идут к Христу, что они узнают Его, что они желают с Ним остаться, что Его Слово отзывается в их сердцах. Я этому радуюсь. Вот радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Мое время заканчивается. Я выполнил то, что мне было повелено Богом. Приходящий свыше, есть выше всех, но говорит о Христе. Сущий от земли, земной есть. И говорит, как сущий от земли. То есть здесь он себя так вот умоляет. Говорит, что по сравнению с Ним я ничего не понимаю. По сравнению с Богом воплотившимся, что я вот часть земли. Землю от Идиши. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. Никто не принимает свидетельства Его. Ну, здесь он говорит как раз о тех, кто не пожелал поверить Христу. То есть не вообще, что вообще все они принимают, а вот что есть, которые они желают принять. Его свидетельство Христово, Его Слово, Его проповедь. А почему? Ну, вот потому что человек может так настроить себя. Что нет, воля Божия для меня не указ. В раю еще первые два человека очень ярко и четко это проявили. Есть воля Божия. Ну, нет, мы сами как-нибудь. Воля Божия вообще нас ущемляет где-то. Что-то Бог на меня открыл, что это дерево, источник обожествления. А вот эта вот добрая змея нам все подсказала. Кого ж нам слушать здесь? А вот принявший свидетельство Христово, этим запечатлел, что Бог истинный. Вот эти слова можно сказать, что принявший свидетельство, принявший веру и начавший жить правильной духовной жизнью, он в самом себе удостоверяется, что Бог истинен, что все это действительно правда и истина, что все, что связано со Христом, есть жизнь вечная. Вот такие евангельские строки. Мы прочли в сегодняшний день, читали мы Евангелие Теоанна, 3 главу, с 22 по 33 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok